МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио-компания Гомель. У студии працуется Атлана Князева. Глядите в этом выпуске. Приватная инициатива сегодня стартовал с усветный тыдень предпринимательства. Банкомат для неведущих. У Гомеле специальную программу усталявали на банковский терминал. Историчная находка. Под час ремонта у Гомеле знайдены редкие видания. Початку минулого ста годзе. А зараз об этом и иншим больше подробязным. Беларусь готова до сопрационничества с Калининградской областю по уссих направлениях. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым. Керавник Державы отзначил, что наша краина разглядает этот регион России как вельми перспективного агандлево-экономичного партнера. Особливый участок поглубления промысловой кооперации, взаимодействия в аграрной, будовничной и транспортной сферах. Александр Лукашенко выказал надею, что первый официальный визит Антона Алиханова в Минск покинет у его доброго рождения про Беларусь и даст штуршок до дальнейшего развития двухбаковых относинов. У Беларуси распачался сусветный день предпринимательства. Это уже сёмый удел для нашей страны. Ключовая подея – международный форум, который открылся сегодня у Минску. Тематические мероприемства, закликанные рассказать про роль предпринимательства в развитии страны и экономики, пройдут и в нашем регионе. Сегодня день предпринимательства урочисто открыли у ГДУ имя Франциска Скарины. Тема протягу Марина Джалея. Университет постоянно занимается вопросами вовлечения студентов в предпринимательскую деятельность и реализацию их творческих способностей. Но в этом году мы решили немножко объединить ряд мероприятий и присоединиться к Всемирной неделе предпринимательства, для того, чтобы, может быть, предпринимательский дух ещё больше жил в этих стенах и заинтересовал не только студентов экономического факультета, но и в целом студентов университета. Экономика Беларуси мае потребу у свежих идеях, инновациях, притягнении предпринимательных людей до открытия властной справы. Бо кроме предоставления и махчимости увасаблять у житё бизнес идеи и зараблять на этом, видовочные колоссальные отдачи для экономики, створение новых прационных мест, пополнение бюджету, здоровая конкуренция. Подходим к тому моменту, когда нужно развивать частный бизнес, когда это уже не кустарно, не точечно, а действительно нужно развивать в глобальном формате, потому что во всём мире, во всех странах частный бизнес – это большая часть ВВП страны, и поэтому Беларусь двигается в этом направлении. Другий год у ГДУ денежная стартап-школа. Ее долучение до сусветного тыдня предпринимательства – серьезная подея. Бо все практичные проблемы, которые повстают перед бизнесом, важно разглядать с потенциальными предпринимательниками теоретично, моделивать разные ситуации, чтобы на выходе властный шлях у бизнес был, как могла, меньше звилистым. Предпринимательство – это большой труд, нужно быть к этому готовым. И это тот труд, который непредсказуем. То есть, может повезет, может не повезет. Если человеку не везет, нужно понимать, что это не то, что кто-то ему подстроил или неправильно закон написал, а то, что это у человека в голове. Если он настроился действительно четко, на работу, на качественный труд, он будет стараться, то обязательно получится осуществить свою идею и заработать деньги. Худка в университете стартует черговый конкурс бизнес-идей и проектов «Мой стартап». На протягу полгода пройдуть три его этапы. Спочатку коляста студентов экономичного, математичного и физического факультета визначаться с нишей, будут состракаться с опытными бизнесменами, выучать основы бухгалтерии. А празд три месяца начнут увасаблять свои идеи в жизнь и зарегистрировать индивидуальное предпринимательство або предпринимательство. А последний этап – оценка финансового выника деятельности. Минавито такими инициативными и метанакерованными студентами в будущем обовязково будет достигнута головная мета проведения сусветных тыднев предпринимательства, формирования бизнес-культуры и деловой инициативы. Бо предпринимательство – это основа экономики, от которой зауседы будет залежить стабильность у громадства. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». У Мазары лиса напала на прохожих, потерпели 9 человек, у их лику трое детей. Инцидент отбылся у Чора. Меркуется, что лиса была шаленой. Зараз гэтифакт устанавливают специалисты. Усе потерпелые шпитализованы, им оказана медицинская допомога. Тяжких телесных пошкодженьев ни у кого нема. Медицинские учреждения у нас в области обеспечены антиарабической вакциной иммуноглобулином. Поэтому здесь квалифицированная помощь будет оказана и оказывается всегда по мере необходимости. Хочется просто напомнить жителям, что бешенство среди животных регистрируется как среди диких, так и домашних. Поэтому, что касается диких животных, ни в коем случае, если дикое животное появилось, нельзя к нему приближаться. Значит, если все-таки есть какие-то повреждения, в первую очередь надо обратиться к медикам, для того, чтобы решить вопрос о назначении необходимого курса прививок. Дарыш, за 10 месяцев этого года на Гомельщине зарегистрованы 91 выпадок шаленства живел. Их это амаль в три раза меньше, чем за аналогичный летошний период. Тогда таких фактов было около 230. Выпадки фиксуются по всей территории в области. Все лета – наибольшая колькасть зарегистрована у Светлогорским, Рогачевским, Будакашалевским и Гомельским районах. Протягиваем выпуск. У Гомеля з'явился первый говор, что банкомат призначен для неведущих людей. Наши корреспонденты высветлили, где он находится, как им корыстаться, и эти з'явятся аналоги в регионах в области. Игорь Яудотенко и Дмитрий Герешенко – инвалиды «Дзятинство по зроку» у обо двух первая группа инвалидности. При этом они мкнутся до полновартосного життя. Дмитрий працует инструктором по культмассовой работе, а Игорь – керавником компьютерного гуртка. Зарплаты им наличивают на банковские картки. Вот только снять гроши в обычном банкомате без допомоги складана. Перепрограммовать технику и заработать ее доступное пропоновали активисты «Товариство инвалидов по зроку». Инициатива была именно моя, то есть председатель Гомельской областной организации инвалидов по зроку, Балдой Александр Иванович. Ну, совместно мы работали с администрацией центрального района. Долго работали, где-то года полтора мы работали на данном вопросе. Потому что, прежде всего, не каждый банкомат у нас в Гомель и Гомельской области мог бы принять эту программу. Также мы развели диалоги с представителем Беларусьбанка. Новую программу принял только один вид терминалов. Такие усталеваны по улице Фрунзе на будинку филиала номер 300 Гомельского областного управления Беларусьбанка. На выгляд – звичайные банкоматы. Користации им могут все жадающие. Сарат одрозненил экран с особливой коляровой распознавальной с дольностью, буйным шрифтом и специальным гнездом для наушников. Усе операции по Кроково охудшиваются диктором. Да вы знаете, этот банкомат произошел мои ожидания, потому что достаточно просто оказалось снимать эти деньги. Могу полностью, самостоятельно, при помощи наушника. Это никто не слышит, ни пин-коды, ничего. Программное забеспечение на банкомат усталевали некольки месяцев тому. У весь ГТЧа сошло тестирование. И вот сейчас аппарат принимает клиентов в штатном режиме. Я хоть запотребованность у этого госпожилца видовочная, тому Беларусьбанк уже занимается пытанием поширения сетки у районах в области, где есть такие же модели. На сегодняшний день в Гомеле он только один, единственный. Но в перспективах такие банкоматы в Гомельской области имеются еще в Речице и в Жлобине. В перспективах банкам будет рассматриваться вопрос по интеграции данного ПО непосредственно в эти банкоматы этих городов. Укаронение сучасных банковских технологий открывает для людей с порушениями зроку новая махчимость. До речи, только в Гомеле проживает 450 слабоведущих и неведущих человек. В области больше, чем 2000. Первый в регионе, говорящий банкомат, запрацовал как раз на передаче Дни Международного дня слепого человека. До года речи просвечен еще один социальный проект «Штурман». Мобильная программа «Аудея Гид» допомагает неведущему человеку рухаться по любым городе Беларуси. При этом корыстальник отримливает самую подробязную информацию, аж до места находки слух по у на каждой конкретной улице. До реализации проекта долучились и некоторые мобильные операторы, которые будут бесплатно предоставлять корыстальникам программы свои интернет-махчимости. Подробязности глядите завтра у наших выпусках. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». Почас ремонту у одним из гомельских домов знайдены редкие выдания початку 2020 года у минулого стаходзя. У одной книзе собраны усе выдаденные на той час постановы и решения Совета народных комиссаров. Поздней шмат, какие документы отримали гриф «Сакретна». И зараз маловядомые навыц специалистам. Одным з перших с артефактами ознайомився Олег Сентюров. Особливость Гомеля – его дровлянная архитектура, якая заявляється одной из самых цікавых у Беларуси. Еще на початку 2020-го стаходзя город на 90% был дровлянным. Якие тайны заховывались, еще заховывались такие будынки. Об этом часто мы уже николе не доведуемся. При этом размыва идей не только о материальных, а и исторических каштонностях. У темнику на паперовых носьбитах. Максима гэтае книги так само были б старачены, калеб не трапили у руки проректора по науковой праце Гомельского державного университета доктора наук профессора Олега Демидзенки. Подчас рамонту дома 1905 года побудовы тут знайшли два сборники. Постановка органов юстиции и декретов рабочего и селянского урада. Заходная дадена есть только на первом выдании. Ростов-на-Донни, 1921 год. Калимиковать по внешнему выгляде сборник декретов выдадены у той же час. Сейчас мы находимся возле здания, которое было построено в 1905 году и принадлежало одному из ведущих адвокатов города Гомеля. Во время ремонта здания, в частности во время ремонта крыши, вот в углу, в ветреннике, были найдены две книги. Найденные книги можно лечить артефактами. Офицированная публикация нормативных документов урада краины у Советской России распочалась только из верстня 1924 года. Знайденные сборники надрукованы как минимум на три годы ранее. На первой стороне декреты другого утеросийского съезда Совета рабочих, солдатских и селянских депутатов. Самый первый о потворении Совета народных комиссаров. Номер 2 и 3 знакамиты декретов мира и земли. Право приватной властности на землю отменяется на завсюды сапсывание конфликтованной майомости, якая теперь належит народу, обвечается тяжким зальчинством и карается революционным судом. Декрет номер 4, до речи, тычется отменной смеротной казни. Номер 7 – свободы другу. Шматые документы, сознуденных сборников, оказались маловядомыми навык для российских историков и юристов, не кажучи уже об обычных студентах. На гисторичном факультете Гомельского державного университета со знаходкой уважливо знайомилися и пообещали выкрасить отриманную информацию как о учебном процессе, так и науковой деятельности. Мало тех исследований, которые пишутся. Прежде всего, историк, профессиональный, особенно историк, он должен обращаться к первоисточникам. Тем документам, которые вышли в ту эпоху и которые отражают и дух, и содержание той эпохи, и реально показывают, о чем думали те люди, которые принимали решения, какие решения принимались, что и как было. Источник – это то, что позволяет нам создать реальную историческую картину. У Гомеля отбывся отборочный тур конкурсу «Прыгажості» месяц Гомель-2017. И он пройдет в Снежне с претендентками на звание самой «Прыгожей женки и мате» познайомилася наш корреспондент Ганна Каральчук. Семья и дети не перешкодуем к нейню стать королевой «Прыгажості». На кастинг у Центр моды «Прыгажості Хрустальная Нимфа» пришли каля 50 удельниц. Се разголовных потребований дофиналисток взрос от 18-ти годов и рост от 172 сантиметров. Профессии в будущих финалисток самые розные, як і взросли, колькость дзятей. Большість «Прыгажунь» прийшла на кастинг у Першиню. В цьому году, увидев новостях, сказала, сама себе иду. Ну, і немножко просмотрела предыдущі кастинги і фотографії предыдущих участниць. Было интересно. У мене дві дочери. Це старша Арина, як я вже сказала, младша малышка Віана. Ей один год і 4 місяці. На данный момент она находится со своим отцом, который мысленно с нами держит за мене кулачки. Некоторые претендентки у минулом годзе уже спробовали трапить у фінал. Наприклад, Татьяна Круг летось прийшла на кастинг на сьомым місяцем тяжарності. І організаторы не адважилися ризиковать здоров'ям молодой мамы і дзятці. Зато і сьоліта Татьяна настроена сурйозна. Пасля родову активно займалася спортом і приводзіла фігуру в парадок. При гэтым жюри цікавять не толькі знішні дадзіны, але і готовність до фотосесій у купальніках і талінты, які можна показати на творчым конкурсі. Претенденток на титул чакають занятки педефіле, хореографії і фотопластиці. Для удзельниц гэтым ахчымыць у вас обіцьмары, які многие з іх лічили незбытными. Навад процес подрыхтовки викликає радость і ентузіазм. Інформацію о призах для пераможців і запрошених на шоу артистах організатори пакуль тримають у сакрэці. Однак ўжо відомо, що фінал селіта пройде у обласнім громадсько-культурним центри. Любой проект должен расти. І ми, естественно, тож хатим расти. Темболі, що тема, тематика, затрагиваємо цим конкурсом, она гараздо серйозні, чем дівічья красота, тому що тут піднімаються і проблеми сім'ї, і взаимоотношень, і много-много всього, що делает нас по-настоящому счастливым в жизни, а не только появление на сцене з Гомель, пропаганды семейных каштовностей, ідала у миру, добра і пригожості, а так само престижу материнства. Жюри обрала 15 абаяльных, паспяховых і активных дзявчат, які приймаць у дзялу фіналі конкурсу у середзіні Снежня. Ганна Коральчук, Олександр Харлампав, телерадиокампанія Гомель. Гэты і інші новіны ви можете знайсті на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by Далей у ефірі спортивный агляд. З новинами спорту вас познайоміць Максим Савін.